Несколько тысяч зрителей стали свидетелями жаркой бескомпромиссной борьбы между лучшими скакунами за лидерство в главных республиканских конно-спортивных состязаниях. Такой ажиотаж вполне объясним. Во-первых, скачки на Кавказе, в частности в Карачаево-Черкесии, где коневодство было популярно во все времена, традиционно собирают много конезаводчиков, желающих принять участие в состязаниях, и тысячи азартных зрителей. Во-вторых, в этот день, по сути, в республике рождалась новая традиция. Проводить главные конно-спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы, в Черкесске, на территории Нового Ипподрома. Со словами приветствия и поздравлениями к жителям и гостям республики обратился руководитель региона. Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это поистине самый главный и всенародный праздник нашей страны. Я хочу низко поклониться нашим дорогим ветеранам, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни. Молодому поколению хочу пожелать, чтобы всегда брали с них пример, пример настоящего мужества, героизма, патриотизма, чтобы у нас всегда было мирное небо над головой, чтобы все были живы, здоровы, никогда больше не видели таких невзгод. Перед началом состязаний состоялась выводка лучших представителей карачаевской породы лошадей по одной из каждого района. А затем начались сами скачки. В первой из них победу одержал гнедой жеребец Цитрус Макс, владелец фирмы «Домбай Агра». Во втором забеге на дистанцию тысячу метров в честь ветерана Великой Отечественной войны быстрее всех оказалась кобыла Раялата, владелец Магомед Агузов. Наездница Евгения Бакасова призналась, что предчувствовала эту победу. В следующем забеге на 1400 метров в честь Дня Победы на три корпуса быстрее всех была трехлетняя кобыла Эстелла, владелец СПК «Авангард». Но самая жаркая и упорная борьба развернулась в главном забеге дня. Но приз главы Карачаева Черкесии – дистанция 2000 метров. С первых секунд лошади шли вровень, поочередно вырываясь вперед. Но на самом финише быстрее всех оказалась четырехлетняя гнедая кобыла Файна Шарм, принесшая своему владельцу Роберту Гукятову из Красного Востока. Главный приз – автомобиль. Сам хозяин лошади, похоже, не до конца верил в свою победу и только получив ключи из рук руководителя республики, осознал происшедшее. По словам Роберта, лошадь он готовил к скачкам сам, тренировал с самой зимы. А победу посвятил сыну Тамерлану, который именно в этот день отмечал свой третий день рождения. Победа! Аллах нас безболк! Я пацана сегодня подарок сделаю от всей души. Не знаю, спасибо всем, которые скачку создал. В перерывах между скачками свои лучшие композиции со сцены исполняли звезды кавказской эстрады. А неподалеку развернулся целый парк аттракционов на любой вкус. Кроме самих скачек большой популярности у детей и взрослых пользуются аттракционы. Особенно вот такой, где нужно удержаться в седле. И можно проверить, насколько ты хороший всадник и джигит. У меня пока вроде получается. Весело, хорошо организовали. Для детей мне понравилось то, что очень много развлечений здесь сделали. Также концерт прекрасный. Так что спасибо организаторам вот этого всего. Очень понравилось. Мне очень нравится тут. Даже мне хочется вон там покататься. Мне нравится вот тут поиграться, покататься. Даже смотреть, как тут поют мне. В пятом по счету в этот день забеги на дистанцию 2400 метров в честь возрождения карачаевского народа победил 4-летний гнедой жеребец Литтер Глори. В шестом на 1800 метров приз в честь дружбы народов Карачаева Черкесии выиграл Аль Мансур, темный гнедой жеребец 2009 года рождения. На следующей дистанции 2400 метров приз в честь героя Великой Отечественной войны забрал рыжий жеребец Скайгуд, владельцем которого является Магомед Агузов, уже побеждавший сегодня. А в заключительной скачке на 1800 метров в честь тружеников тыла всех опередил темный рыжий жеребец Бельграна, владелец Ислам Ниров. Все победители и призеры помимо кубков получили денежное вознаграждение. 150 тысяч рублей за победу, 100 тысяч за второе место и 50 тысяч за третье. Но в самом большом выигрыше оказались многочисленные зрители, получившие массы впечатлений и праздничное настроение. Порадовало всех и то, что конные спортивные состязания в Черкесии станут отныне традиционными. Что хочу отметить, то что сегодня такое развитие получает конный спорт и сколько любителей, то в принципе мы сегодня можем говорить о том, что этот ипподром будет построен за счет внебюджетных средств. И тех желающих, которые хотят участвовать именно в этом, достаточно много. А то, что это станет излюбленным местом, я могу поделиться определенными планами. Здесь помимо ипподрома еще будет сельскохозяйственная выставка, будут проходить республиканские ярмарки, куда могут сельхозтоваропроизводители вывозить свою продукцию. Здесь будет хорошее место отдыха для детей, для людей старшего поколения. Поэтому я еще раз могу сказать, что это будет одним из самых излюбленных мест жителей и гостей Карачаева Черкесии. Высокий уровень организации, честная спортивная борьба и огромное количество зрителей – верный признак того, что конно-спортивный праздник удался. И нет сомнений в том, что с появлением современного ипподрома развитие республиканского конного спорта выйдет на новый уровень. Скакуны и жокеи из Карачаева Черкесии будут побеждать на скачках общероссийского и мирового уровня. Эрнест Чуков, Артур Жужуев, Сулім Кудусов, Архиз, 24.